На Артик ТВ время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Итоги референдумов. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь. Все боевые действия. Главные заявления главы государства на церемонии подписания договоров. С их помощью спасают жизни. Это быстрота. Новое кардиооборудование поступило в областную больницу. Полторы тонны корма в месяц. Это очень много. Подопечные приюта для животных нуждаются в помощи. В центре Мурманска состоялся митинг, посвященный итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсунской областях. В это же время в Кремле глава государства, подписавший указ о присоединении территорий, встретился с главами новых субъектов России и сделал важные заявления. Митинги в поддержку итогов референдума состоялись во многих городах России. Мурманск не стал исключением. В сквер на улице Ленинградской поддержать решение жителей Донбасса о присоединении к России пришли десятки людей. Как мы долго этого ждали. Моё сердце наполнено радостью. Замечательно. Россия собирает свои территории, которые были у неё в составе раньше. Я сама полтавская, с Украины. А во время войны отец здесь воевал, без вести пропал. А потом только Сталин реабилитировал, уже похоронен на Украине, так теперь и мёртвому покоя нет. Этот Зеленский клоун продал всю Украину. Теперь Россия стала больше, масштабнее. Я думаю, что сильнее. Добро пожаловать домой. Немало людей пришли на митинг, чтобы выразить свою поддержку участникам специальной военной операции. Я пришёл сюда поддержать ребят, потому что если тебя не забрали на специальную операцию, ты хотя бы поддержи здесь, ребята, морально, душевно, то, что с ними. И максимально будем поддерживать тех, кто там и тех, кто здесь в городе в нашем остался. Поддерживаем жителей Херсонской, Запорожской области, Донецкой и Луганской республик. Сегодня мы поддерживаем нашего президента, который восстанавливает историческую справедливость, возвращая исконно русские земли. Параллельно с концертом в Мурманске в Москве провели церемонию подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. До этого глава государства сделал ряд важных заявлений. Назвал США единственной страной, применившей ядерное оружие, причём дважды. По мнению Путина, именно штатам была выгодна диверсия на газопроводах Северного потока. Президент подчеркнул, что Россия не стремится создать новый Советский Союз и призвал Киев к переговорам. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. За исторической для страны церемонии в Георгиевском зале Кремля наблюдали члены правительства, Советы безопасности, сенаторы и депутаты, главы регионов России, в том числе и губернатор Мурманской области. Я практически каждый день провожаю бойцов, мобилизованных сегодня бойцов. И эти парни каждый раз уходят, говорят, мы не подведём. Вот сегодня действительно духоподъёмный день, когда наша задача быть вместе, сильнее обеспечить защиту всех наших людей, в том числе тех людей, которые проголосовали и сделали свой ответственный выбор. Что касается подписания договоров о присоединении, то в ближайшее время начнётся интеграция новых регионов в состав России. Процесс этот, по мнению аналитиков, будет проще, чем после референдума в Крыму. В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север помогает» для жителей региона, призванных в рамках мобилизации, а также участвующих в специальной военной операции. На территории Мурманской области открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может принести вещи и технику. Востребованы тёплые носки, термобельё, тёплые перчатки, тактические перчатки, защитные очки, маскировочные халаты, ранцы, рюкзаки, спальные мешки, медицинские и тактические аптечки, подлокотники и наколенники, туристические коврики, аккумуляторные батареи, средства дезинфекции. Даже детский рисунок, созданный от души, может поднять боевой дух. Полный перечень можно уточнить по единому номеру регионального центра гуманитарной помощи. Акция «Север помогает» аккумулирует сбор и оперативно поможет с доставкой адресатам, отмечают организаторы инициативы. О соцподдержке и трудовых правах, призванных в рамках частичной мобилизации граждан, расскажут в прямом эфире. Какие выплаты, льготы и трудовые гарантии, предусмотренные мобилизованным и их семьям? Могут ли уволить работников в случае его мобилизации? Войдет ли в трудовой стаж время, проведенное на службе? На эти и другие вопросы ответят министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев. Трансляция стартует 1 октября в 12.00 на официальной странице правительства Мурманской области ВКонтакте. Задать свой вопрос можно уже сейчас в комментариях под записью. Помощь нужна не только людям, участникам боевых действий, их семьям, но и жителям Мурманского приюта для бездомных животных. Некоторых из питомцев руководители учреждения вынуждены выхаживать дома. Этим собакам необходимы средства на лекарства и лечение, часто требующие оперативного вмешательства. Остальным животным жизненно необходимы корма. Подробности у Елены Громадчиковой. Животные зачастую становятся жертвами человеческой жестокости. Люди выгоняют своих питомцев на улицу, не задумываясь об их дальнейшей судьбе. Многие умирают, выжившие скитаются или становятся постояльцами приютов. Такие учреждения нередко существуют только за счет пожертвований. Сейчас у нас долг за корм больше 300 тысяч. Потому что мы не успели в связи с тем, что очень много средств было потрачено на лечение, на поддержание здоровья. К сожалению, три четверти нашего коллектива – это животные 10+. Несмотря на трудности, зоозащитникам хочется обеспечить своим подопечным достойную старость. Вот все усилия, свои ресурсы бросаю на то, чтобы стариков и обследовать своевременно, и поддерживающее лечение им обеспечить. Это очень недешево. Мы в год в среднем, вот последние лет 5-6, тратим где-то 2,5-3 миллиона рублей в год. Обслуживают животных в разных ветклиниках и не только в столице Заполярья. К примеру, Тесса поступила в приют молоденькой собакой. За 15 лет найти вторую семью ей не удалось. Прошлые хозяева травмировали ей глаз, а с возрастом она потеряла еще и слух. Но и это далеко не все проблемы. Стали обследоваться, сделали УЗИ. Врач выявила большое образование на почке. Успокоила, сказала, что образование очень похоже на кисту. Ну, почти размером с почку 8,5 сантиметров. Ветеринар посоветовала почку удалить, чтобы метастазы не перешли на другие органы. Да и после сдачи анализов оказалось, что в остальном собака здорова, хоть в космос запускает. Прооперировали подопечную 5 сентября. Сама операция стоила 29 900. Я только вчера смогла погасить долг за нее. Почти месяц, да, висел у нас. И 54 тысячи остался долг за все обследования клиники Катамая. Сейчас состояние собаки постепенно налаживается. Руководитель приюта лично выхаживает особо тяжелых подопечных. И содержит у себя, пока животное полностью не восстановится. У нас два самых больших должника. На сегодняшний день это Деска и Райан. Он взрослый, просто пёс. Точный возраст неизвестен. Был забран с улицы в 2018 году. Но и при жизни с хозяином животному приходилось нелегко. Хоть постоянные побои, насилие над собакой и нерегулярное питание уже в прошлом, грусть в глазах Райана видно до сих пор. Повезли в клинику, обследовали, ну, не очень хорошие анализы, сбросил вес. Мы сказали, понаблюдайте, выписали антибиотики. Четыре дня наблюдаем, рвота, состояние ухудшилось. Говорю, давайте положим на стационар, в сутки посмотрите на стационаре, покапайте. Стали ещё раз пересматривать, делать рентгеновские снимки. Мы увидели, что просто критическое расширение пищевода сдвинулось сердце. И, в общем, сказали срочно, если хотите, чтобы вы жил, нужно ставить гастростому. Для такой сложной операции необходимо было вести подопечного в Санкт-Петербург. Жизнь Райана спасена, но теперь он вынужден носить в брюшной полости трубку. Только она позволяет четвероногому питаться. Было рекомендовано обследование у эндокринолога, у невролога, потому что непонятна сама причина этого заболевания. Оксана Львовна до сих пор на связи с эндокринологом, который пошёл навстречу и курирует собаку бесплатно этот месяц. Но долг в районе 100 тысяч за лечение Райана завис. На кону жизнь подопечного, потому что ему могут отказать в дальнейшем лечении. К слову, питомцы приюта остро нуждаются и в пропитании. Ведь они съедают примерно полторы тонны корма в месяц, а это 300 тысяч рублей. Брошенные животные – это общая беда и забота. Арктик ТВ просит откликнуться и поддержать приют. Всю информацию можно получить по телефону 7 921 271 93 93 или в группе приюта в социальной сети ВКонтакте. Моряки Северного флота приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-х годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков. Возле мемориала воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг. Его участники почтили память героев-защитников Диксона минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику. В честь павших защитников Родины североморцы прошли торжественным маршем по центральной улице города Дудинка. В событии были задействованы экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противоводочного корабля «Адмирал Левченко». Городской историко-кривический музей города Воинской Славы продолжает реализацию проекта «Военный полярный». Он посвящён теме влияния мировых войн на город за полярным кругом. Об этом в необычном формате рассказывают авторы инициативы. Недавно в музее Полярного торжественно открыли обновлённую экспозицию «Зал войны». Это один из этапов реализации большого проекта, разработанного музейщиками города Воинской Славы. Установленные в шести локациях информационные стенды – также часть военного полярного. Например, этот экран призван рассказать о площади памяти – традиционном месте для торжественно-траурных митингов, проходящих накануне Дня Победы. И здесь на кладбище находятся воинские захоронения тех времён, поэтому было очень важно, чтобы такой информационный стенд находился в этом месте. Ещё несколько стендов установлены рядом с жилыми объектами, постройками 30-40-х годов, госпиталем, циркульным домом, школой. Здания хоть и восстановлены после войны и неоднократно отреставрированы, но будто хранят в себе следы военных лет. Речь о трещинках, сколах и стыдливо оголённых под штукатуркой кирпичах. Хочется отметить, что все точки, около которых мы устанавливали стенды, были определены самими жителями. Ещё в январе месяце мы проводили голосование. И скажу, у нас произошла такая история, мы, музейщики, сами отобрали эти места, не включив туда здание бывшей первой школы. Ошибку сотрудники музея исправили, провели переголосование. Итогом и стала установка информационного экрана у Погодинской школы. В рамках проекта «Военный полярный» проходят также лектории с историками и краеведами Мурманской области. На популярных интернет-площадках можно найти аудиогид по «Полярному» и целую серию подкастов «Давным-давно была война». Большую помощь нам оказал в этом направлении драматический театр Северного флота, который фактически всю запись, можно сказать, взял на себя. То есть мы подготовили тексты, подготовили воспоминания военнослужащих, жителей города, которые здесь жили, служили в годы Великой Отечественной войны. И я думаю, что это тоже очень интересно получился у нас материал. Теперь прогулка по знаковым местам «Полярного» станет еще и погружением в историю, расширением знаний о годах войны в месте базирования сил Северного флота. В Гаджи восносят недостроенное здание госпиталя. На его месте будет построен современный учебно-тренировочный комплекс для военнослужащих гарнизона. Уже много лет своим неприглядным видом недострой смущает жителей и гостей города-подводников. Объект стал местом далеко небезопасных прогулок детей и подростков. О пребывании здесь молодежи свидетельствуют исписанные баллончиками стены и килограммы мусора. Но совсем скоро территория обретет новую жизнь для военных. На этом месте возведут современную тренировочную базу, включающую, например, бассейны, четыре дорожки. Комплекс будет предназначен для поддержания формы военнослужащих, а также проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Буквально неделя-две и здание уже будет в дальнейшие действия. То есть это будет произведена установка для утилизации мусора, из которого будет выполнена площадка на территориях этого города. То есть строительный мусор будет использован в качестве вспомогательного покрытия. Грамотно распоряжаться бюджетом, разбираться в банковских процедурах и не попасться на уловки мошенников. Телеканал «Артик ТВ» запустил курсы финансовой грамотности для людей старшего поколения. Проект реализован при поддержке Министерства информационной и политики Мурманской области. На уроке побывала и наш корреспондент Мария Рябинкова. Быть финансово грамотным – важный навык в жизни каждого человека. Ведь каждый день нам приходится решать множество вопросов, связанных с взаимодействием с банками, кредитами и рассрочками, оптимизацией доходов и расходов, накоплениями и многим другим. Вне зависимости от возраста не надо относиться к этому халатно и выбирать оптимальные для достижения своих целей. Ну и, ко всему прочему, он еще и оценивает риски при использовании финансовых продуктов. Люди старшего поколения особенно подвержены влиянию со стороны и порой, не зная основ, становятся жертвами мошенников или просто допускают финансовые ошибки. Именно поэтому телеканал «Арктик ТВ» решил запустить курс по изучению основ финансовой грамотности для пенсионеров. У нас, к сожалению, так исторически сложилось, что люди, особенно старшего поколения, не в курсе многих экономических или финансовых инструментов, которые есть в доступе у населения Российской Федерации и которыми можно успешно пользоваться. И пользоваться для увеличения доходности своего бюджета, для оптимизации расходов, для анализа своих расходов. Тем для изучения очень много. Преподаватели рады отвечать на вопросы и вне учебного плана занятий. Самые животрепещущие из них добавят в программу и разберут на уроках. Сегодня мы рассматривали приложения, которые есть для анализа бюджета семьи. Как посмотреть в приложениях банков их расходы за месяц в удобном формате, проанализировать, посмотреть динамику. Впечатления у тех, кто проходит курс, самые положительные. Очень долго я пробовала заниматься самостоятельно, разобраться с инвестициями, с деньгами, куда можно вложить, как можно отложить и где как-нибудь под проценты собрать деньги. Поэтому очень нужны были именно эти курсы финансовой грамотности. Хотя бы научиться распределять все вот эти доходы и расходы, чтобы можно было хоть, ну, чтобы не в ущерб семье и не в ущерб семейному бюджету, можно было вложить куда-то, ну, с пользой для семьи и с пользой, естественно, для себя. Я пришла сюда на эти курсы, чтобы немного понять, как экономить с пенсии, чтобы что-то оставалось и можно было бы тратить на какие-то свои нужды. Вот первый урок прошел, мы поняли, что действительно можно где-то экономить, где-то что-то не покупать, можно что-то дополнительно придумать, если ты умеешь что-то делать руками своими. В том, чтобы помочь родителям, бабушкам и дедушкам в финансовом океане, мы убеждены, нет ничего сложного. Каждый может поделиться навыками, рассказать о возможностях оплачивать услуги ЖКХ онлайн, а также о том, как отслеживать свои расходы в приложениях для смартфонов, тем самым сделав жизнь наших близких в разы проще. Помимо курсов, Арктик ТВ планирует выпустить обучающие и информирующие ролики, которые появятся в эфире. Не пропустите! Финансовая грамотность станет обязательным элементом школьной программы. Предмет включен в программу старших классов приказом Минпросвещения. Работа над этими изменениями шла при экспертном участии Банка и Минфина России. Ученики 10 и 11 классов на уроках общества знания узнают о бюджетном регулировании и налогах, причинах и последствиях инфляции. Важной частью обучения станет тема личных финансов и защиты от мошенников. Старшеклассники также познакомятся с принципами работы финансового рынка, современными технологиями и особенностями профессиональной деятельности в этой сфере. Учебные программы должны быть адаптированы к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года. Преподавание основ финансовой грамотности в классах с 1 по 9 стало обязательным с начала этого учебного года. Элементы финграмотности появились в стандартных школьных предметах, географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании. А вот чтобы подсчитать, за сколько окупится новый кардиограф, одной финансовой грамотности мало, ведь такие устройства нередко спасают жизни. Бесценный ресурс. Мурманская областная больница получила в рамках федеральной программы новые цифровые аппараты для визуализации движений сердца. Георгий Салиев продолжит. Кардиограф – особый прибор, измеряющий частоту и амплитуду сердечных сокращений и отображающий их в виде кривой. Кривая отражается на бумажной ленте, которую уже анализирует врач. В прежние времена медсестрам приходилось нести результаты исследований на расшифровку к врачу. Но технологии не стоят на месте. Уже сейчас специалисты областной больницы вооружаются современными аппаратами. Это быстрота. Медсестра находится еще в палате пациента, в операционной или в отделении реанимации в палате. А врачи функциональной диагностики, лечащий врач у себя на месте, они уже в программе видят эту кардиограмму. Приборы подключены к общей сети, и теперь нет необходимости носить кардиограммы с места на место. Более того, цифровые кардиографы заносят результаты диагностики в электронную историю болезни пациента, которая будет помогать врачам с дальнейшим лечением. Медики уже оценили ноу-хау. В нашей клинике сохраняется формат и той, и другой ЭКГ, поскольку экстренные случаи никто не отменял, а счет идет на минуты. И тогда, безусловно, мы пользуемся обычной ленточной ЭКГ, как и раньше. В формате плановой работы и плановых пациентов, то цифровая ЭКГ для нас, безусловно, удобна. Это дистанционно, то есть не нужно никуда персоналу бежать, относить, например, да, это тоже экономит время и, грубо говоря, ну, время медперсонала, да. Дистанционно передается на компьютеры, с помощью специальной программы мы можем отследить, собственно говоря, электронную кардиограмму. Это удобно. В целом, благодаря обновлению кардиографов, объемы работы, которые выполняют медики, несколько уменьшатся. Новая аппаратура приобретена за счет средств федеральных программ. Отработка навыков гребли, маневрирования и безопасности на воде стали темами занятий учеников морского класса 6-й гимназии. Профильный 10-й А открыли учреждение в День знаний в этом году. И практика не заставила себя ждать. Совсем недавно первое знакомство ребят с водным транспортом состоялось на Гандвиге. Сегодня место дислокации поменялось на озеро Кельдинское. Именно здесь регулярно проходят занятия учащихся профильных учебных заведений города и области. Сегодня у ребят шлюпочная и моторная практика. Целью этих практик изучение команд, изучение мореходных качеств судна. И вообще познакомить, что такое судно и как оно себя ведет на воде. За месяц учебы ребята из профильного морского класса 6-й гимназии изучили историю и функционал промыслового флота, познакомились с оборудованием и снаряжением. Самые яркие эмоции, безусловно, вызвала практика. Научиться как раз ходить на ялах, шлюпочная практика как-никак. Получить опыт и в будущем, чтобы была возможность его применить. А где ты применишь этот опыт? В своей будущей профессии моряком. Не отстают от своих одноклассников и девчонки. Анастасия Коновалова из рыбацкой семьи. Это во многом определило ее планы на будущее и мечту стать капитаном. Мы были неделю в лагере, где была шлюпочная практика. Там мы научились как правильно гриппсти, держать темп и так далее. А сегодня мы поехали, нам выделили день. Я узнала, как кататься на моторных лодках, как правильно ими управлять. Занятия проходят под чутким руководством опытных педагогов и действующих работников рыбодобывающей отрасли. Это позволяет молодежи перенять опыт профессионалов и обеспечить образовательную программу в соответствии с современному кадровому запросу флота. Сегодня на флотах вопросам безопасности мореплавания уделяется огромное внимание. Это безопасность нахождения в рейсе, безопасность пребывания на воде, безопасность трудовой деятельности. И эти ребята фактически на первых этапах обучения имеют возможность освоить все эти требования и правила. Помимо изучения истории флота, судового оборудования, навигации и так далее, они уже на практике могут закрепить полученные знания. Впереди еженедельные занятия, где ребят познакомят с видами и назначением судового оборудования, функционалом плавсостава, технологическими процессами. Ну и самым долгожданным уроком станет настоящая вахта в рейсе на гражданском пароходе. К теме спорта в Череповце в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги состоялась вторая встреча клубов «Метаург» и «Арктика». Первый матч против флогогодских хоккеистов наши спортсмены выиграли со счетом 3-1, но закрепить результат у «Арктики» не получилось. Впрочем, началась встреча с атак из-за полярных игроков, которые распечатали ворота «Метаурга» на шестой минуте. Второй период выдался менее результативным, а третий так и вовсе расстроил болельщиков из Мурманска, наблюдавших за трансляцией матча. Игра закончилась со счетом 6-3 в пользу «Метаурга». Это первая победа команды из Вологодской области и первое поражение у нашего клуба. Следующие матчи «Арктика» проведет 2-3 октября в Рыбинске против местного полета. В Мурманске на базе полигонов Росгвардии и пограничного управления ФСБ России состоялся отборочный этап областной военно-спортивной игры «Зарница» среди школьных команд. В соревновании приняли участие воспитанники различных военно-патриотических клубов, кадетских классов и средних образовательных организаций области. Девять команд сражались за возможность попасть на финальный этап всероссийской игры. Ребятам предстояло пройти 11 тематических станций от знания истории Отечества до выполнения нормативов по физической подготовке. По итогам всех этапов «Зарницы» первое место завоевали ребята из Североморского кадетского корпуса. И в завершение выпуска. 5 октября в Мурман-Экспо откроют осеннюю ярмарку. Здесь будут представлены мясные и рыбные деликатесы, мед, чай, сладости, специи с оленьем. Предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья. Одежда для всей семьи, обувь, украшения, аксессуары. Ярмарка будет работать с 5 по 9 октября в павильоне Мурман-Экспо на Кольском, 51. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok